Операция ВСУ в Курской области уже принесла определенные результаты, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью за Нью-Йоркер. И также отметил, что операция является стратегическим шагом украинской армии и была направлена на предотвращение нападения на Сумскую область. Кроме того, она преддемонстрировала партнерам Украины, что у Путина не все под контролем, как он утверждает. Также, по мнению президента Зеленского, Украина показала россиянам очень важную правду. К сожалению, многие из них закрывают глаза, они не хотят ничего видеть и слышать. Но некоторые россияне не могли не заметить, что Путин не побежал защищать свою землю. Нет, он хочет прежде всего заботиться о себе и покончить с Украиной. Его люди не являются для него приоритетом. Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью The New Yorker. Эксперты считают, что операция ВСО в Курской области стала ударом по авторитету российских властей и лично Владимира Путина, продемонстрировав слабость и небоеспособность российских сил. Эта ситуация показала миру уязвимость обороны России, на которую Кремль старается не обращать внимания. Это сильный удар и по авторитету власти в целом, и, конечно же, по авторитету Путина. Причем это удар не только для обычных россиян, но и для российских элит. Это говорит о том, что Владимир Путин вообще перестал контролировать ситуацию внутри России. И он не понимает, что происходит, он неправильно оценивает возможности российских вооруженных сил. Тем временем украинская армия не только уже полтора месяца контролирует более ста населенных пунктов в Курской области, но и продвигается вперед. Так, 23 сентября силы обороны Украины прорвали еще один участок на границе в Курской области. Об этом сообщили подразделения 95-й отдельно десантно-штурмовой Полесской бригады десантно-штурмовых войск. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ. На видео зафиксированы проработка проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты десантно-штурмовых войск разбирают опорный пункт противника. Продолжение будет. Управление коммуникацией командования десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины. В Телеграм. В докладе Института изучения войны говорится о том, что силы обороны Украины недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области РФ. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября. Также 12 сентября издание Форсп написало, что украинские войска при поддержке беспилотников и танков прорвали новый участок российской границы к западу от контролируемых Украиной территорий в Курской области, именно в Глушковском районе.